Балкера, суда предназначенные для перевозки навалочных грузов, в том числе и зерна. В чем особенности, опасности, какие требования, весь процесс погрузки вы увидите в этом видео. Только после сдачи дремов судно считается готовым к погрузке. Наш причал еще занят, мы стоим на якоре. И чтобы не терять время, сюда приезжают фумигаторщики. Нам предстоит погрузка сои. Это натуральный продукт, в котором могут заводиться различные жучки. Именно для этого и нужна фумигация. Фумигаторщики привезли пластиковые шланги с большим количеством мелких дырочек, которые будут установлены внутри трюма. Насосы устанавливаются в лазах. По окончанию погрузки в шланги будет засыпан фумигант. Разлагаясь, он будет выделять газ, который впоследствии заполнит весь трюм, убив при этом все живое. А насосы нужны для ускорения процесса. Этот газ опасен и для людей. Чтобы убедиться в герметичности трюмов и прежде всего предотвратить повреждения груза водой, мы проводим хост-тест. Поливаем водой все стыки и смотрим, не будет ли протекать. Ну что же, пришло время идти к причалу. И это плавучий зерновой терминал, в котором погрузка производится как из барж, так и с береговых складов. Мы швартуемся на бочки и удерживаем расстояние терминала примерно 4 метра. Это необходимо для того, чтобы не сорвать терминал со швартовых. Погрузка будет производиться двумя лодерами. Не от слова лодырь, а от слова лод, грузить. Вылет у них небольшой. И для того, чтобы грузить пятый трюм, нам придется перетягиваться. Чтобы возвращаться на первый, будем перетягиваться опять. Система, конечно, неудобная. Но я так думаю, что другое оборудование стоило бы в разы дороже. Все экономят. Мы грузим сою навалом, которая считается зерновым грузом, опасным в плане смещения. Критерием опасности является угол естественного откоса. Если он больше 35 градусов, груз не опасен. В нашем случае это 25-32. И если загрузится неправильно и груз сместится, то судно может перевернуться. Для таких грузов существуют специальные требования к зерновой остойчивости. А именно, угол крена при смещении зерна не должен превышать 12 градусов. На диаграмме статической устойчивости чистая или остаточная площадь между кривой кренящих и восстанавливающих плеч должна быть не менее 0,75 метра на радиан. Начальная метацентрическая высота с поправкой на влияние свободных поверхностей в танках должна быть не менее 30 сантиметров. Добиться этих показателей можно загружая трюма полностью, что значительно уменьшит моменты от смещения зерна. В нашем случае есть ограничения по осадке, поэтому мы берем неполный груз. Трюма 1, 3 и 5 будут загружены полностью. Трюм номер 4 будет вообще пустой. И только трюм номер 2 будет слэковый, то есть загружен частично. Во всех трюмах все свободные поверхности будут выровнены для сведения к минимуму влияния смещения зерна. Когда груз попадает на борт, мы принимаем за него полную ответственность. Именно поэтому мы закрываем крышки еще до того, как начался дождь. Ведь если сою подмочить, груз будет испорчен. Начнутся процессы гниения, брожения, повысится температура, часть груза спечется. Убытки могут исчисляться десятками миллионов долларов. Состояние груза следует контролировать постоянно, ведь вам могут привезти уже испорченный груз. И тот же терминал очень постарается покрыть все свои убытки за счет судна. В нашей ситуации существует еще один коммерческий нюанс под названием «Мертвый фракт». Согласно Charter Party, договору о перевозке, мы должны были погрузить 44 тысячи тонн. На терминале же есть только 40 тысяч 500 тонн. Мертвый фракт будет составлять 3,5 тысячи тонн. Фрактователь получит деньги за перевозку всех 44 тысяч тонн груза. А отправителю дешевле оплатить перевозку несуществующих 3,5 тысяч тонн, чем платить за простой судно. В погрузке судна существует еще множество нюансов, и один из них – это продольная прочность судна. К примеру, мы не можем загрузить полностью пятый трюм, затем первый, а все остальные держать пустыми. В этом случае судно просто поломается, ведь оно не сможет выдержать подобных нагрузок. Именно по этой причине нам приходится часто перетягиваться и рассчитывать откатку балласта. На парусном флоте балластом служил камень. Так, одесская брусчатка – это балласт с кораблей, грузивших в Одессе зерно. И лишь когда появилась возможность обеспечивать герметичность танков, балластом стала забортная вода. Это в разы быстрее, дешевле и удобнее. Мы оставим часть балласта, а именно в четвертых танках и в Ахтерпике. Он необходим нам для удифферентовки и обеспечения продольной прочности. И по аналогии с трюмами, четвертые танки будут полные. Это необходимо для уменьшения влияния свободной поверхности. Ахтерпик может быть неполным, ведь ширина его небольшая. Погрузку закончили, как обычно, ночью. А в 6 утра пришел лоцман. Нас вывели, поставили на якорь и провели фумигацию. В течение последующих 10 дней мы будем держать трюма герметично закрытыми. Именно столько времени необходимо для полного обеззараживания груза. Но затем будем вентилировать. И надеюсь, что нам повезет с погодами. Ведь уже сегодня ночью мы пойдем вниз по Амазонке. Продолжение следует...